Неоспоримым фактом является то, что за годы проведения Кубка Содружества открытием турнира стали не только талантливые игроки, ныне практически все играющие в известных клубах, но и целые команды. В числе последних — Рижский Сконто. Кубок Содружества для Сконто ежегодно становится своего рода индикатором роста уровня игры. Очевидно, что команда, все эти годы возглавляемая Александром Старковым, неуклонно прогрессирует, и подтверждением этому могут служить не только успехи на Кубке Содружества, но и матчи более серьезного уровня. В частности, недавние встречи с Барселоной в квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Барса в них взяла вверх с большим трудом, победив по сумме двух игр 4-2. Последние два года на Кубке Содружества Сконто, встречаясь с главными фаворитами, становится для них, хотя и преодолимым в итоге, но весьма высоким барьером. Возапрошлым году Алани прошла Сконто во многом благодаря судейской ошибке. Не был защитным, чисто забитый латышами гол. В прошлом году команда Старкова оказала в полуфинале турнира ожесточенное сопротивление киевскому «Динамо». Состав нынешнего Сконто по сравнению с прошлогодним обновился едва ли не наполовину. Лицо же команды при этом сохранилось, а погоду на поле наряду с прежними лидерами делают и другие. В целом, характерной чертой сегодняшнего Сконто является то, что молодежь в команде играет на ключевых позициях. В частности, место последнего защитника прочно занял 21-летний Ливан Силагадзе, известный тем, что недавно побывал на просмотре в Дортмундской Баруси. В Боруси, если кого-то вперед, это уже весь мир знает. И на пресс-конференции тренер Скала сказал, что хороший мальчик, но пока на основном составе он молодой. И пусть он в своем команде поиграет, мы будем наблюдать и посмотрим, что будет. Первые матчи нынешнего турнира подтвердили, что уже сейчас одним из лидеров средней линии является ровесник Силагадзе Мариан Пахарь. Он, кстати, вместе с одноклубником Владимиром Бабичевым стал недавно объектом притязаний Бременского Вердера. Как ни парадоксально, при всем этом к игрокам с конто практически не проявляют интереса российские клубы. Футбольный рынок, так сказать, менее развит в Латвии, чем в других даже. Там из Литвы, соседней республики, там многие уезжают. Но там футболисты такого же уровня, как и мы. Ничего в них особенного нету. Просто более освоен рынок их. Так что, я думаю, со временем многие латвийские футболисты тоже уедут. Наверное, есть какое-то определенное в этом желание мое проявить себя. То есть, ну, здесь много и специалистов, и каких-то заинтересованных людей в футболистах. Поэтому таких турниров мало. И поэтому, ну, за эту возможность, то есть, надо цепляться там максимально. Главные ударные силы в атаке с конто, как и в прошлом году, является Михаил Михалап. Для него это уже второй Кубок Содружества. И сейчас у Михалапа есть шанс перейти из разряда перспективных, куда он был отнесен в прошлом году, в ранг признанных авторитетов. Чемпионат Латвии, там, у меня же не такой сильный чемпионат, как и сделать в России, там. А когда сюда приезжаешь на кубки с такими командами, которые все собрались, считай, чемпионы всех этих стран. И очень интересно играть просто. В этом году с конто предпримет еще одну попытку подтягаться с фаворитами. Выход в полуфинал, судя по уровню игры, вновь реален. Но на этот раз это задача минимум. Хотя понятно, что на данный момент иной состав участников финала, кроме московско-киевского, практически невозможен. Если мы попадем в полуфинале на какую-то из этих команд, ну, ничего страшного не случится. Мы уже играли в прошлом году с «Динамо» Киевом, но в основное время сыграли в ничью. 0-0, там пенальти, то есть там, в большей степени лотерея. Поэтому ничего страшного в этом нет. И если так случится, то я думаю, что мы в любом случае на победу играть будем. Субтитры сделал DimaTorzok